Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Видно, не признала. Дело экс-директора агентства «Жилфонд» Людмила Авдюхина передано в суд. Ее обвиняют в хищении 120 миллионов рублей. Отреставрировать купеческие пассажи в Бийске под Дома Творчества решит проблему рубцовской канализации. Какие еще просьбы прозвучали в Совете Федерации Дни Алтайского края? Заводить из кроу-счета с будущей весны строительной фирмам придется и для возведения частных домов, как этот механизм уже работает в случае с льготной ипотекой. Уголовное дело в отношении бывшего директора агентства «Жилфонд» Людмила Авдюхина передано в суд. Ее обвиняют в хищении 121 миллиона рублей. Краевая прокуратура утвердила обвинительный приговор. По версии следствия, в 2021-2022 годах Людмила Авдюхина совершила хищение денежных средств у 22 клиентов под видом заключения договоров безвозмездного хранения. Еще 9 человек доверили ей деньги, как они думали, для участия в институционных проектах. Так, директору «Жилфонду» удалось получить 121 миллион рублей, а после покинуть страну в конце 2022 года. Свою вину Людмила Авдюхина не признала, но у стороны обвинения достаточно доказательств. В частности, МВД «Края» предоставило видео, где Авдюхина забирает деньги из сейфа вместе с документацией. Головное дело направят на рассмотрение в индустриальный районный суд. В Совете Федерации в Москве стартовали дни Алтайского края. Во время первых заседаний региональные чиновники обсудили с сенаторами вопросы образования и культуры, а также подняли темы ЖКХ и инфраструктуры. Подробнее о том, на какую помощь может рассчитывать наш субъект, смотрите далее. В Совете Федерации проходят дни Алтайского края. На встречах профильных комитетов представители региона презентуют проекты, которые наиболее остро нуждаются в средствах российского федерального бюджета. Крайний раз дни Алтайского края в стенах Верхней Палаты Парламента были в 2015 году. И многое из того, что мы попросили закрепить в постановлении, сегодня уже реализовывал. В Алтайском крае планируется построить сразу несколько социально значимых объектов. На обсуждение Верхней Палаты Парламента было выдвинуто пять проектов. Один о создании музыкальной школы в квартале 2001 в Барнауле. Еще две инициативы направлены на реставрацию и приспособление под дома детского творчества, пассажей Фирсова и Фторова в Бийске. Остальные вопросы затронули строительство школ, например, в квартале 2033 краевой столицы. Нужны школы, особенно там, где у нас сегодня идет бурное развитие, скажем, того же Барнаула. И поэтому нужно строить новые школы в новых микрорайонах. Стоят вопросы, связанные с тем, что некоторые ситуации, такие, например, как в Камниной Аби, надо школу, которая уже не имеет перспективы для дальнейшей работы, надо вместо нее строить новую. В сфере ЖКХ и жилищной политики одобрили поддержку всех проектов. Одним из самых интересных стало создание муниципального жилья в деревнях и селах. Туда будут заселять молодых специалистов, к примеру, врачей и учителей. Всего планируется построить 60 многоквартирных домов за 7 миллиардов рублей. Также рассмотрели вопрос расселения людей примерно из 450 домов, которые признали аварийными в 2017 году. Подняли вопрос и о починке важных объектов инфраструктуры. Один из них проблемных, из проблемных вопросов, которые мы сегодня выносили, реконструкция, а правильно, наверное, будет сказать, уже строительство с учетом большого износа более 90% главного канализационного коллектора в городе Рубцовский. Здесь тоже требуются очень большие вложения, это порядка миллиарда рублей. А еще на стенде Алтайского края подготовили общую информацию о регионе и красивую диараму аэропорта. Где сейчас идет строительство нового объекта. Также москвичам предложили попробовать лучшие продукты региона. В первую очередь это, конечно, мед и чай. На экспозиции мы представили оздоравливающую продукцию на основе продукции пантового оленеводства. Это чаи, это бальзамы различные, это биологически активные добавки. Также, которые сегодня, чем гордится Алтайский край и наши переработчики. Дни Алтайского края в Совете Федерации продлятся до 25 сентября. За это время краевые власти обсудят с сенаторами вопросы аграрной политики, бюджетной сферы и транспортной инфраструктуры региона. В Алтайском крае уже несколько дней действует режим ЧАЭС из-за сложной ситуации в аграрном секторе. Так, за последние два месяца во многих муниципалитетах региона выпала сразу трехмесячная норма осадков. Неблагоприятные погодные условия отодвинули сроки уборочной кампании и портят урожай. Региональные власти решили поддержать сельхозпроизводителей введением специального режима. На какую помощь могут рассчитывать фермеры, узнала Валентина Аскерова. Ясное небо – большая редкость. Аграрии в полях от заката до рассвета. Собирают урожай, пока погода позволяет. В этом сезоне небесная канцелярия не была благосклонна. На Алтайский край обрушились обильные дожди. Так, в августе-сентябре в Славгороде, Бурлинском, Табунском, Тольменском, Мамонтовском, Завьяловском, Усть-Пристанском, Смоленском районах осадков выпало больше, чем трехмесячная норма. Подобная ситуация сложилась и во многих других территориях. Краевые власти ввели режим ЧАЭС. Вот только это поможет, по большому счету, только крупным аграриям. У нас хозяйство маленькое, а мы на это на все никогда не надеялись. Да, людям, у которых лизинговые выплаты, кредиты на производство и прочее, это позволит как-то пролонгировать эти выплаты. Да, это помощь. Касаемо нас, ну, у нас как бы нет ни лизингов, ни таких кредитов, поэтому мы абсолютно как бы не затронуты этой темой. К сожалению, нам это никак, наверное, ни тепло, ни жарко от этого. Может быть, какие-то банковские моменты, у кого будут проблемы с банками, может, как-то поможет решить, но у нас как бы таких проблем не предвидится. А между тем, помощь нужна каждому аграрию, отмечает глава Союза крестьянско-фермерских хозяйств Александр Вайс. На агрорынке, начиная с 22-го года, патовая ситуация. Обесценивание культур, рост стоимости на топливо, взлет цен на сельхозтехнику и многое другое. Сегодня это не прибыльное, можно сказать, деятельность сельхозпроизводства. Нужно кардинальные меры принимать на федерации, снять какие-то ограничительные меры, связанные с регулированием ценовых параметров. Нужно как-то перейти на другие формы, чтобы крестьянин чувствовал себя более комфортно и имел возможность развивать свою базу. На сегодняшний день, введенный в Алтайском крае режим ЧС дает право не только на пересмотр условий по кредитам, но и на получение компенсации. Порядок получения помощи аграриям еще предстоит понять. В правительстве готовят соответствующий документ. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае каждую неделю регистрируют порядка 30 тысяч случаев заражения ОРВИ. Такова статистика за сентябрь. Это только по официальным данным. Подробнее об эпид-обстановке в регионе расскажем в следующем сюжете. Весь сентябрь в Алтайском крае держатся высокие цифры по заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе ряды заболевших пополнили еще 29 тысяч человек. Около 50% заболевших – взрослые. Риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, боковирусы – вот виновники недомогания и больничных листов. На начало сентября, например, на бригаду неотложной помощи у нас было порядка 100 в день обращений. Сейчас возросло в порядке, в разы, можно сказать. Так, например, на 11 сентября было, например, 220 обращений, на настоящий момент более 300. Также возросла и нагрузка на бригаду выездную. У нас в обычные дни, например, было обращение около 15, именно с диагнозом ОРЗ. Сейчас около 40. Вирусы гриппа в Алтайском крае пока не регистрировали ни сезон. Хотя такие случаи по стране уже есть, что необычно. Начало сентября – не такой обычный период. Всегда мы это отмечаем чуть попозже, в октябре-ноябре, циркуляцию вирусов гриппа. В этом году циркуляция началась пораньше в ЦРМ по стране, регистрируется в Якутии и в Санкт-Петербурге. Несколько случаев, по-моему, 14 вирусов гриппа нашли. К сезону гриппа в крае готовится с 12 августа. Именно тогда началась прививочная кампания. Каждую неделю от гриппа прививают до 20 тысяч человек. Всего свою вакцину получили 380 тысяч жителей региона, а в планах привить 60% населения. Сегодня мы должны реализовать с вами все вместе федеральную вакцину, желательно до наступления декабря месяца. То есть час икс мы должны привить максимальное количество людей. И вот здесь почему-то возникает двойное дно у чемодана. А дальше? А можно ли? Можно. Правильнее расставить акценты и эту вакцину использовать действительно до начала регистрации заболеваемости гриппом. Также врачи советуют в период подъема заболеваемости вспомнить про старые добрые маски. Это касается и тех, кто болеет, и тех, кто болеть не планирует. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край вошел в тройку регионов страны по темпам роста выдачи льготных ипотек в августе по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Объединенного кредитного бюро, после общего спада в июле, который был вызван отменой общей льготной ипотеки и изменениями условий семейной и IT-ипотеки, в августе в некоторых регионах темпы выдачи ипотек заметно подросли. На первом месте оказались Республика Башкортостан. Там в августе выдали кредитов на 30% больше в денежном эквиваленте, чем месяцем ранее. Алтайский край на втором месте разрыв составил 24%. Замкнула тройку Ленинградская область – 23%. Среди аутсайдеров регионов с самыми низкими темпами роста – Приморский край, Якутия и Москва. В столице в августе выдали ипотечных кредитов на сумму всего на 4%, 14% больше, чем в июле. ВТБ выдал первую ипотеку на строительство частного жилого дома по договору подряда по эскроу-счетам. Сделку заключили по госпрограмме льготной семейной ипотеки, условия которой в июле текущего года изменились. И теперь получить кредит на ИЖС можно только, если подрядчик использует механизм эскроу. Подробности расскажут мои коллеги. ВТБ в Алтайском крае выдал первую ипотеку на индивидуальную жилую застройку по договору подряда по эскроу-счетам. Рынок недвижимости перестраивается и готовится работать по новым правилам, так как с марта 2025 вступят в силу изменений в закон, согласно которому строительство дома с привлечением подрядной организации будет возможно только через счеты эскроу. Механизм эскроу-счетов уже давно применяется при строительстве многоквартирных домов. Он позволяет защитить наших клиентов. Деньжные средства перечисляются подрядчику и застройщику только после окончания строительства и подписания акта о прямой передаче. С точки зрения эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства, эта норма будет обязательной только в марте следующего года. Но уже сейчас мы вместе с нашими партнерами учимся работать по данной технологии и привлекаем как можно больше подрядчиков к этому виду работы с нашими клиентами. Сейчас ипотеку на ЖС выдают двумя способами. По базовым условиям банка и по льготным программам, в частности семейной ипотеке. Но господдержка с низкой ставкой уже сейчас возможна только с эскроу. Государство заинтересовано в том, чтобы урегулировать рынок недвижимости и оставить в нем надежных состройщиков. Дело в том, что работать по новым правилам могут лишь аккредитованные банками строительной компании. Эскроу-счета используются в программах, связанных с семейной ипотекой. Семейная ипотека поддерживает наших клиентов купить загородные дома или дома в городе, скажем так, новые и свежие, уже в современной стилистике. Это очень востребованная история сегодня у наших жителей. Условия получения семейной ипотеки на ЖС по эскроу счетам те же, что и для ипотеки на квартиры. В семье должен быть один ребенок до 6 лет, два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Ставка в таком случае составит 6% годовых. В Алтайском крае сумма кредита может достигать 6 миллионов рублей с первоначальным взносом в 20%. Добавим, что сейчас получить кредит на ЖС по договору подряда без эскроу-счета возможно по базовым условиям банка. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам ВТБ. Больше сотни мешков мусора, порядка 30 автомобильных шин, мебель, стекло и строительные отходы. Такой улов собрали активисты Барнаульского экодвижения на одном из берегов реки Пивоварка. Как добровольцы очищают алтайскую природу и кто ее захламляет, выясняла наша съемочная группа. Улица Путейская, вот такая тут свалка, рядом с красивыми домами. Такой фронт работы в минувшие выходные пришлось осилить барнаульскому экологическому отряду «Чистый край Алтай». Бытовой и строительный мусор, пластик и стекло, автомобильные шины и даже старая мебель. Очередную акцию провели на берегу реки Пивоварка. К мусора собрали мы 102 мешка, это разного объема, там 180 литров, 120 и мешки, которые 60 литров и 28 шин еще. В субботнике приняли участие 23 добровольца. Среди них «Чистый край», волонтеры другого отряда, народная дружина железнодорожного района и один местный житель. Мешки, инвентарь и вывоз мусора организовала администрация района. Очевидно, что мусорят местные жители. Мы видим даже тропинку к их домам. И на задворках здесь хранится огромное количество всякого материала, в том числе даже диваны, двери. По словам руководителя отряда, в частном секторе чаще всего главные виновники свалки – сами же жители. То есть они решили организовать такую свалочку, хотя дальше, получается, если по Путейской, в сторону Павловска тракта, там есть контейнерная площадка. То есть, ну, не доносят. Не доносят и в Ленинском, Центральном и других районах Барнаула. География уборок широка, а начиналось все с ляпихи в научном городке. 2021 год, 9 октября, собрались трое пацанов и поехали, решили это сделать чисто. И что там обнаружили, то есть там, ну, кучи были, кучи. Оттуда мы вывезли за 10 субботников мешков 600. Следующая акция пройдет 5 октября на озере за кардиоцентром улицы Малахова, Гущина. Будут водяные работы происходить, придется в воде ходить, но как бы нам это не страшно абсолютно. Вот, 5 октября всех жителей нашего города приглашаем в 10 часов. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сибирская медиагруппа стала точкой притяжения молодежного сообщества «Движение первых». В рамках форума «Медиапрофориентация» порядка 50 ребят, мечтающих стать журналистами, побывали на кухне крупных региональных СМИ. Как толк и комсомолка встретили будущих коллег. С такими эмоциями активисты молодежного сообщества «Движение первых» ворвались за кулисы телеканала «Толк». Школьники и студенты из разных уголков края, мечтающие работать в сфере медиа, познакомились с профессионалами журналистского дела. Сколько вы писали инсорт? День. У нас день давался в принципе времени. Вот это вот вы писали? Нет, ну это я минус 15 не писала. А, ну вот, я хотела тоже сказать, что это минус 10 пишется. Больше снимали именно материал в течение дня. Проводником в Мир ТВ стала главный редактор телеканала Елена Кузовкина. Ребята открыли секреты создания новостного материала, попробовали себя в качестве телеведущих, корреспондентов и спикеров. Ребята, почему вы хотите работать в сфере медиа? Для меня сфера медиа – это не просто для снятия репортажей и того подобного. Это крайне универсальная вещь, которую можно использовать как в повседневной жизни для освещения собственной жизни, на работе, как освещение своей рабочей деятельности. Медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» стал крупной площадкой для участников медиафорума «Профориентация». СМГ – это целый комплекс редакций СМИ. Это ТВ, радио, информационный портал, газеты и журналы. Радио! Здравствуйте! Главред издания «Комсомольская правда» Барнаул провела мастер-класс для юных журналистов. «Комсомольская правда» – это издание федерально. Что это значит? Оно выходит по всей стране и в каждом регионе есть свое представительство. У нас есть радио, газета и сайт. Вот сейчас вы находитесь в святая святых студии «Радио Комсомольская правда». О работе в соцсетях и продвижении своих материалов на различных платформах ребятам рассказали журналисты портала «Толк». Под впечатлением остались все участники форума. Я сам такой горюй идеей снять что-то классное, чтобы интересно, чтобы это мог кто-то увидеть, рассказать о чем-то. Для меня это как в душе, можно сказать. И в принципе вся вот эта деятельность, которая проходит у нас на медиафоруме, она совпала, можно сказать, с моими интересами. И для меня это невероятные эмоции. Ожидания были, вот как телеканала, то, что здесь вот будет много всего. Это вправду как и хотел, так и было. Кстати, возможно, именно эти ребята в будущем станут лицом телепередачи или голосом радиоэфира. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд погоди. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok